Российский актер Илья Глинников, звезда сериала «Интерны», улетел в Казахстан еще до Нового года. Вместе с другими туристами он планировал покорить пик Талгар, расположенный на территории Алматинского заповедника. 3 января артист позвонил маме и сообщил, что продуктов в группе достаточно. После этого он перестал выходить на связь. В эти же дни в Казахстане начались массовые протесты, и встревоженные родственники Ильи обратились за помощью в МИД России. К счастью, Глинникова удалось найти живым и невредимым. Все это время артист вместе с другими туристами находился в горном лагере Туюксу под наблюдением Федерации альпинизма Казахстана, сообщает телеграм-канал Т. М. Спутник КС. Звезду благополучно доставили в аэропорт, откуда он уже вылетел в Москву. Как признался Глинников в коротком комментарии для сайта tvzvesta.ru, увидев российских военных, он почувствовал себя спокойнее. Артист также назвал свое путешествие незабываемым приключением. Стоит добавить, что Глинников давно увлекается альпинизмом. За его плечами покорение Казбека, а также посещение высокогорного заповедника в Кабардино-Балкарии. Альпинизм – это не шутка. Это постоянная борьба с самим собой, ижесекундное преодоление себя, диалог с самим собой, зачем тебе все это надо? Ох, у меня столько раз было желание развернуться назад. Но это же значит сдаться. А это не про нас, цитирует артиста интернет-портал StarHit. РУ, напомним, что 2 января граждане Казахстана вышли на мирные митинги, протестуя против двукратного повышения цен на газ. Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки, начались грабежи и мародерства. Президент страны был вынужден объявить режим чрезвычайного положения во всех регионах и обратился за помощью к странам-членам ОДКБ. В сопредельное государство прибыла миротворческая миссия из России, Белоруссии, Таджикистана и Армении. По поводу этих событий уже высказались многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе известный комик Азамат Мусагалиев. В последние дни я с тревогой и отчаянием слежу за тем, что происходит в Казахстане. Никто до сих пор не может толком ответить, что происходит, понятно одно – это трагедия. Погромы, пожары, мародерство, но самое страшное – это человеческие жертвы. Я не хочу давать оценку происходящему. Мне хочется, чтобы это закончилось как можно скорее. Я казах, но никогда не жил в Казахстане, но именно сейчас понимаю, что Казахстан всегда жил во мне, написал он в личном микроблоге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok